19 декабря в Государственном Центральном Театре Кукол имени Сергея Образцова состоялся юбилейный спектакль «Волшебная лампа Элладдина». В этот день театр отметил 80-летие спектакля. Еще в 40-м году прошлого века художник Борис Тузлоков разработал для спектакля «Волшебная лампа Элладдина» куклы с пропорциями, близкими к анатомии человека и необычайно подвижными руками. Этот проект превратился в великолепный спектакль, который принес театру мировую славу. Романтичная история любви смелого Элладдина и прекрасной царевны Будур происходит на фоне восточного города с золотыми дворцами. По ходу спектакля огромный джин-каш-каш, алой тенью нависает над сценой. Появляется симпатичный лев и величественный верблюд. Красочный и динамичный спектакль неизменно вызывает восторг у зрителей. Журналисты нашего канала побывали на юбилейном спектакле и встретились с Екатериной Образцовой. Внучка Сергея Образцова, режиссером-постановщиком театра «Кукол Образцова», заслуженной артисткой России и Северной Осетии. Послушайте, что она рассказала о своем дедушке, о юбилейном спектакле «О театре кукол». Екатерина Михайловна, во-первых, добрый день. Добрый день. Присоединяемся к поздравлениям по поводу спектакля. А вы для себя можете вспомнить, когда вы первый раз увидели этот спектакль? Дедушка Сергей Владимирович запрещал детей раньше пяти лет приводить. Но меня приводили, но тайком. И когда говорили «Образцов идет», все разбегались. А почему запрещал? А потому что я считала, что рано, рано, рано. А сейчас у нас все считают, что дети гении, поэтому они могут и в год смотреть все. Но не всегда это бывает правильно для впечатления ребенка о театре. Вот если вы говорите, что вы смотрите практически с детских времен этот спектакль, вот самое запоминающее об этом спектакле, какая-то история, связанная с этим? Ну вот самое запоминающееся, это, конечно, моя мама Наталья Сергеевна Образцова. Она играла и Зейнаб сначала, и царевну Будур. И вот потом они играли с Валерием Гаркалином, который работал у нас в театре, они играли в паре «Он Алладина», «Она Будур». И так в коридоре друг друга называли «Здравствуй, Будур», «Здравствуй, Алладин». Вот, а еще одна история, я так любила этот спектакль, чтобы мой первый дипломный спектакль, правда, это было не в Купольном театре, а в Новосибирском театре «Красный факел», который называется «Сибирский МХАТ», я там делала этот спектакль «Волшебная лампа Алладина». И даже музыку, я взяла, мне очень нравится здесь музыка композитора Тихвинского, такую же, как идет здесь. Екатерина Михайловна, великолепный, красочный спектакль, очень динамичный, постоянно меняются декорации, меняется свет, то есть технологически это очень сложный спектакль. Кто добился такого совершенства? Ну, во-первых, работали потрясающие технологи у нас в театре, был такой, к сожалению, уже нет, Владимир Гарбузов, это продумывается все, еще когда спектакль сочиняется, причем вот Образцов он любил репетировать так, вот он ведет репетицию, а тут же в зале сидят и технологи, и мастера, они сидят в зале, и тут же, вот здесь, давайте попробуем вот так, Тут же из картона что-то вырезается, приносится, включается в спектакль, пробуется, если хорошо, давайте все делаем. Спектакль-сказка. Доводилось ли зарубежным зрителям увидеть это наше российское чудо? Да, конечно, но это не я его вывозила, его вывозил Сергей Владимирович много раз. Обычно вот в паре ездили спектакли, если говорить о загранице. Необыкновенный концерт и для детей волшебная лампа. Вот чаще всего это было так. Спектакль сейчас идет как детский. Вы сказали, что вначале он планировался для взрослых. Вот мы посмотрели сегодня спектакль, и мы понимаем, что это спектакль для взрослых. Бывают ли взрослые на вашем спектакле? На этом? Да. У нас вообще на разных спектаклях бывают взрослые. На спектаклях гораздо меньшего возраста. Я помню, как у нас на спектакле братец-кролик громко мужчина сказал, дети, тише, я не слышу, что сказал кролик. А вот для вас, как режиссера, как артиста, критерий для себя, не для кого-то, для себя, что для вас успех спектакля? По какому критерию вы определяете, что спектакль успешный получился? Во-первых, для того, чтобы он был успешный, надо правильно собрать команду, надо собрать единомышленников рядом, и художника, и второго режиссера, ассистента. Вот я обычно работаю с Оксаной Чабанюк, нашей актрисой замечательной, естественной композиторой. Все это должна быть команда. Тогда это только путь к успеху. А успех? Успех – вещь такая, понимаете, ее определить сложно. Иногда кажется, что ты делаешь, а у тебя ничего не выходит, и вдруг раз, и это успех. Ну, обычно говорят, принял весь зритель. Вот для вас, как вы это определяете? Зритель принял спектакль? Спектакль не должен быть скучным. Это самое главное определение успеха. Не должно быть скучно ни одной секунды. Чтобы вот когда начинают дети в зале разговаривать, все, ну, даже если они будут хлопать потом, то значит, они выключались. Вот это вот плохо. Екатерина Михайловна, у вас невероятный потенциал в театре – это великолепные художники, это технологи. Ведь при вашем театре можно было бы создать и художественную школу для детей, и какую-то мастерскую по изготовлению кукол. Обучать детей изготавливать кукол. У меня такой проект в голове, в принципе, был. Но у нас сейчас происходит следующее. Очень многие дети приходят сами заниматься. Просто влюбленные в наш театр, они приходят и смотрят, как работают наши мастерские, что-то помогают где-то. Такие люди просто как бы со стороны есть. Ну вот для начала хотя бы экскурсии для детей в мастерские художники. Да, это есть. Это все есть. Еще у нас дети посещают музей-квартиру Образцова, и там занимаются, и там тоже пробуют рисовать. Так что работа эта ведется. Огромная работа в театре. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!